Политолог заигрывания Зеленского с националистами приблизит крах Украины Радия Спутник Политолог заигрывания Зеленского с националистами приблизит крах Украины 16.1 AFP 2019 Вазилий Максимов В президенты Украины Владимир Зеленский во время дебатов в НСК Олимпийской в Киеве AFP 2019 Вазилий Максимов Глава Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович призвал избранного президента Владимира Зеленского присягнуть на верность националистам Политолог Наталья Макеева в эфире радио Спутник рассказала, какими могут быть последствия реализации этого совета 29 апреля, 9.19 политолог предположил, сможет ли Украина стать примером демократии В Софеде прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии страны Как отметил в эфире радио Спутник Политолог Андрей Суздальцев До сих пор остается загадкой В чем заключается демократичность Украины Директор Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность Об этом он рассказал в эфире 5 канала Ветрович считает, что Зеленский победил на президентских выборах благодаря молчанию Избегая конкретики по ряду ключевых вопросов во время предвыборной гонки Но эта прекрасная стратегия сработала на выборах, но не будет работать, когда он будет занимать должность Потому что он будет вынужден делать какие-то конкретные шаги Сказал Ветрович Он добавил, что за Зеленского голосовали совершенно разные люди Те, кто были против действующего президента Украины Петра Порошенко среди националистов и те, кто хотел сближения с Россией И теперь любое его решение будет раскалывать часть его электората, и он будет терять поддержку народа Считает директор Украинского института национальной памяти Кроме того, Ветрович заявил, что украинские националисты готовы обрушить на Зеленского критику Если он предпримет шаги против закона об украинском языке, недавно принятого парламентом Поэтому Ветрович призвал президента публично присягнуть на верность националистам Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Натальи Макеева в эфире радио Спотник Высказала мнение, что именно заигрывание с националистами стало причиной нынешней сложной внутренней ситуации на Украине Прославление национализма уже привело Украину к тому концу, в котором она находится Мало того, что государство очень давно утратило монополии на насилие, никто никого не наказывает Ни за убийство журналиста Олеся Бузины, ни за трагедию 2 мая в Одессе никто не ответил В Донбассе идет война, на западе страны раздаются венгерские и другие паспорта Процесс распада страны идет вовсю, и именно заигрывание с националистами является причиной происходящего Уверена Наталья Макеева Если эта линия будет продолжена, то это только приблизит крах Украины, полагает она В этой стране живут и русские, и представители различных малороких этносов, и евреи, и венгры, и русины, и так далее И попытка создать искусственную совершенно украинскую политическую нацию, подогнав всех под единый стандарт Естественно, у любого психически нормального человека вызывает отторжение Потому что люди привыкли жить так, как они всегда жили Даже советская власть не особо во все это вмешивалась, не трогала их языки, не трогала их традиции А вот это новое якобы демократическое государство стало посягать на их идентичность И если эта линия будет продолжена, а есть все признаки, что она будет продолжена То это только приблизит крах Украины, считает Наталья Макеева Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей Его оппонента, действующего президента Петра Порошенко 24,45% 28 октября 2018 года, 14 часов Украинский пантеон Киев потревожит прах пособников нацистов Украинские власти хотят создать кладбище-музей национальных героев Только герои эти таковы, что их прах, собранный в одном месте Может скорее стать памятником жестокости и бесчеловечности